здравствуйте коллеги меня зовут андрей вилков я рад приветствовать вас на втором занятии по курсу системы мониторинга zabbix и в рамках данного занятия мы с вами развернем систему мониторинга zabbix на виртуальной машине собственно говоря давайте посмотрим что нам для этого потребуется ну во первых нужно выбрать операционную систему на которой мы будем производить установку данной системы мониторинга соответственно данном слайде перечислены все дистрибутивы операционных систем на базе ядра linux на которой собственно говоря можно произвести установку данных систем мониторинга соответственно вот они на экране также собственно говоря нам потребуется база данных которую мы собственно говоря и поставим на нашу виртуальную машину вот здесь собственно говоря указано subd my sql и postgres sql также zabbix можно установить используя базу данных sqlite и subd от компании oracle также требуется веб-сервер либо apache либо in jinx собственно говоря эта информация имеется на официальном сайте zabbix.com соответственно ссылка вот на презентации отмечена и мы с вами сегодня будем устанавливать версию zabbix 5.0 данная версия является на данный момент последний так какой у нас сегодня будет с вами лабораторный стенд сегодня нам понадобится всего лишь одна виртуальная машина на базе операционной системы linux debian 10.5 тоже является последним на данный момент соответственно процессор одноядерный одно виртуальное ядро будет выделено на процессор оперативная память 1024 мегабайт и ssd 15 гигабайт на моем компьютере используется диск ssd ну собственно говоря его использую вот можно установить данную систему на классический жесткий диск hdd вот так же для удобного управления и удаленного доступа к виртуальной машине я буду использовать протокол ssh вот который содержится в пакете open ssh ну и соответственно стек веб-сервера который я сегодня буду использовать это апач версии 2.4 интерпретатор языка php php 7.3 и sbd maria db 15.1 и репозиторий который используется на моей операционной системе deb.debian.org. Ну, непосредственно переходим к настройке веб-сервера. Как я уже говорил, мы с вами будем использовать связку веб-сервера, которая называется LAMP. Он включает в себя Linux, Apache, MySQL, либо MariaDB, и интерпретаторы языка PHP. Также, собственно говоря, на данном слайде перечислены другие связки, которые могут использоваться. Это LAMP, LAB и LAB. Это если мы вдруг захотим использовать веб-сервер Nginx, либо sub-bd osgres SQL. Мы с вами далеко ходить не будем, будем использовать LAMP. Потому что такая схема внедрения Zabbix в организацию, она является очень быстрой и очень доступной, несмотря на недостатки веб-сервера Apache. Так как Zabbix не является высоконагруженным веб-ресурсом, вот Nginx здесь в общем и целом не требуется. Веб-сервера Apache будет вполне достаточно. Ну, соответственно, я предлагаю непосредственно перейти к настройке. Первое, что необходимо сделать в виртуальной машине, это обновить список репозиториев. И делается это с помощью команды apt-update. Так, все, список репозиториев успешно обновлен. Теперь можно непосредственно переходить к установке пакета. Так, ну вот мы с помощью одной команды сразу установим все необходимое. Соответственно, что здесь? Веб-сервер Apache. Sub-ED MariaDB. MariaDB это то же самое, что и MySQL. Особых отличий между ними нет. Интерпретатор языка PHP. Модуль веб-сервера Apache, который позволяет связывать его с интерпретатором языка PHP. И разрешение для интерпретатора PHP, которое позволит использовать синтаксис MySQL в PHP коде. Это непосредственно требуется для того, чтобы скрипты Zabbix успешно функционировали при взаимодействии с базой данных. Я предлагаю скопировать эту команду и произвести установку пакетов. Так, соглашаемся с тем, что мы хотим это установить и ждем, пока, собственно говоря, установка завершится. Много времени это не займет. Так, все, установка уже подходит к концу. Продолжение следует... Так, все, пакеты успешно установились. Собственно говоря, мы можем с вами проверить работоспособность веб-сервере Apache. Так, я указываю адрес своей машины. Вот, пожалуйста, веб-сервер Apache успешно функционирует. Так, следующий момент. Нам необходимо установить пароль для СУБД MariaDB, потому что по умолчанию пароля никакого там не имеется. Ну, соответственно, если мы, допустим, захотим перейти в интерфейс управления СУБД в консоли Linux. Давайте попробуем это сделать. MySQL минус U root минус V. Я ничего не ввожу, просто нажимаю Enter и попадаю в интерфейс управления СУБД. Так дело, собственно говоря, не пойдет. Нам необходимо установить пароль, чтобы у нас с вами был авторизованный доступ. Сделать мы это сможем с помощью команды mysql минус U root пасворд. Давайте ее напишем. Так, кто-то подключился. mysql admin минус U root пасворд. Так, все команды, они находятся в презентации. Презентацию я вам скину вместе с видео. Давайте тогда так поступим. Так, указываем пароль. И давайте теперь проверим, является ли доступ в интерфейс управления СУБД авторизованным. Давайте попробуем нажать Enter. Да, доступ к серверу УБД является неавторизованным, потому что я не перезагрузил СУБД. Точнее, не перезапустил процесс СУБД. MariaDB, restart. Давайте теперь попробуем. Вот, теперь выскакивает ошибка. Access deny for user root. Using password no. Теперь я указываю пароль. Все. После того, как я указал пароль, я попадаю в интерфейс управления СУБД. Так, со стеком LAMP мы с вами разобрались. Я предлагаю идти дальше. Следующим шагом это будет установка репозитория Zabbix. Соответственно, у компании Zabbix есть свой репозиторий с актуальными версиями. Под каждую новую версию они выпускают новый репозиторий, в котором будет храниться все необходимые пакеты для установки. Собственно говоря, для того, чтобы нам установить репозиторий Zabbix, необходимо использовать вот эту вот команду. Вегет. Вегет – это команда, с помощью которой мы можем что-либо скачать из сети интернет, ну, с какого-либо веб-ресурса, указав соответствующий путь к данному файлу. Собственно говоря, этот путь я тоже взял непосредственно с сайта Zabbix.org. Давайте я скопирую и попробую скачать на своей машине. Вот, пожалуйста, пакет с репозиторием успешно скачался. Так, ну, давайте посмотрим, есть ли он. Да, вот он, вот он, вот он, пакет с репозиторием. Соответственно, точка Dabbix – это расширение исполняемых файлов в операционной системе Linux Debian. А теперь, собственно говоря, нужно этот исполняемый файл запустить. Тем самым мы начнем установку репозитория. Все, репозиторий успешно добавлен. Теперь нам нужно обновить список репозиторий с помощью команды apt update. Так, вот у нас появились новые репозитории. Теперь мы можем с этих репозиториев что-нибудь скачать. Так, идем дальше. Теперь нам необходимо установить все необходимые пакеты для работы с системой мониторинга Zabbix. Собственно говоря, вот эти вот пакеты нам и нужны. Zabbix сервер MySQL – это непосредственно основной пакет, в котором хранится все для работы сервера Zabbix. Zabbix Frontend PHP – это непосредственно веб-интерфейс. Zabbix Apache Conf – это конфигурация для веб-сервера Apache. И Zabbix Agent – это некий элемент, который позволит нам отслеживать состояние нашей виртуальной машины. Так, копируем эту командочку. Вот, соглашаемся с тем, что нас спрашивают, хотим ли мы установить эти пакеты. И происходит установка. Соответственно, данная установка тоже времени много не займет. Сейчас все быстро у нас установится. Так, все. Все необходимое успешно установилось. Вяческое пространство, и мы с вами идем дальше. Так. Теперь нам необходимо с вами поработать с базой данных. Для полноценной работы Zabbix сервера требуется наличие базы данных. И, собственно говоря, некого пользователя, который будет управлять этой базой данных. Собственно говоря, мы с вами это будем делать из-под интерфейса консольного управления с UBD, из-под операционной системы Linux Debian. Ну и для этого мы непосредственно переходим в данный интерфейс с помощью команды mysql-u root-p. Указываем пароль. Так, и выполняем следующие команды. Первая команда createDatabase Zabbix, charset setUTF8, collateUTF8, bin. Что это за команда? С помощью данной команды мы с вами создадим базу данных, которая будет называться Zabbix. И укажем, какая кодировка будет использоваться в этой базе. У нас будет использоваться кодировка UTF8. Так, ну давайте выполним эту команду. Так, все. База данных у нас с вами успешно создалась. Что теперь? Теперь давайте создадим пользователя. Вот здесь написано createUser, Zabbix.sobacal.localhost. Это, собственно говоря, логин нашего пользователя. И нужно указать пароль. Так. И указываем пароль. Точка с запятой. Не забываем ее ставить. Все. Пользователь успешно был создан. Так. Следующий шаг. Теперь созданному пользователю необходимо присвоить полные привилегии для работы с СУБД. и выполняется это с помощью запроса grant. Вот. Grant all privileges on Zabbix to Zabbix собака localhost. Так. Собственно говоря, вот я применил данную команду. Все успешно отработано. И все. Выходим из СУБД и больше нам ничего здесь делать не нужно. Выйти можно с помощью команды exit либо с помощью команды quit с точкой с запятой. Выходим. Так. Давайте посмотрим, что дальше. Теперь нам нужно импортировать базу данных Zabbix из шаблона в нашу созданную с вами базу данных. То есть, что это такое? Когда мы с вами установили пакет Zabbix сервер MySQL, в этом пакете прилагалась база данных. Которая была скачена с сайта Zabbix.org. Вот. И теперь вот вот этот вот шаблон базы данных архивированный шаблон базы данных нам необходимо с вами импортировать в созданную только что нами базу данных. Вот. То есть, мы распаковываем базу данных и импортируем ее, собственно говоря, в нашу субэдэ. А именно, в базу данных нашей субэдэ, которая называется Zabbix. Так. Выполняем эту команду. Теперь нас просят ввести пароль. вводим пароль субэдэ. И нужно какое-то время подождать. Пока база данных скопируется в наш субэдэ. 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 Спасибо. Так, все. Импорт базы данных прошел успешно. Так, следующий момент. Теперь нам нужно конфигурировать конфигурацию забег сервера. А именно нам нужно дописать с вами пароль с УБД. Так, для этого переходим в файл etc.zabex.zabex.server.conf Переходим мы в него с помощью редактора NANO. Так, перешли. И нас с вами интересует конкретная директива, которая называется db-password. Давайте ее найдем. Соответственно, чтобы в редакторе NANO осуществить поиск по той или иной директиве, необходимо использовать комбинацию клавиш Ctrl-W. И здесь мы указываем название директивы. Можно, соответственно, указать в сокращенном виде. Я напишу db-pass вот здесь вот снизу. И нажму на Enter. Так, собственно говоря, option db-password. Это не совсем то, что нам нужно. Одну секунду. Для повторного поиска с помощью данной комбинации клавиш используем еще раз комбинацию Ctrl-W. И опять нажимаем Enter. Вот. Теперь мы нашли то, что нам нужно. Вот она, директива db-password. Соответственно, ее нужно раскомментировать и добавить пароль, который мы указали для пользователя Zabbix в нашей SUBDZ. Сохраняем настройки с помощью комбинации клавиш Ctrl-W. Нажимаем Enter и выходим с помощью комбинации клавиш Ctrl-Z. Так. Все. С базой данных мы с вами закончили. Больше мы к ним возвращаться не будем. Теперь нам нужно откорректировать часовой поиск для веб-интрофейса. Для того, чтобы это сделать, необходимо перейти в следующий конфигурационный файл. etc.zabbix.apache.conf И опять-таки использую текстовый редактор Nano. Переходим. И здесь нам нужны следующие директивы. Давайте посмотрим. IfModuleModHPC, HP5C и IfModuleModHP7C. И нам необходимо указать регион Москва. Так. Так как Zabbix это продукт, который происходит родом из Литвы, то у них здесь указан город Рига. Нам нужно поменять на тот регион, в котором мы находимся. Я нахожусь в Москве. И сервер мы тоже находимся в Москве. Поэтому я изменяю регион. Да, коллеги, я обращаю ваше внимание, что данное время данный регион будет использоваться исключительно в Zabbix. И Zabbix напрямую взаимодействует с временем, которое установлено на вашей операционной системе. Поэтому, коллеги, я рекомендую во время установки указывать тот регион, в котором вы действительно находитесь, чтобы не было проблем с выведением даты. На самом деле, самый простой способ установки времени на операционную систему – это указать точное время в BIOS. Собственно говоря, операционная система будет использовать данный метод во время своей работы. Соответственно, указать точное время в BIOS и указать регион во время установки. И на вашей операционной системе будет указано точное время. Также можете использовать различные NTP-сервера с помощью пакета NTP. Но регион нужно обязательно указывать. Правильно. Так. Собственно говоря, с установкой мы с вами закончили. Теперь необходимо перезапустить Zabbix сервер и Zabbix агент с помощью команды System.ctl.restart. Так, перезагружаем. Так, все. Перезагрузка успешно произошла. Теперь нам нужно Zabbix сервер, Zabbix агент, ну еще и Apache, добавить в автозагрузку. Чтобы при включении операционной системы эти процессы у нас автоматически запускались. Дополняется это с помощью команды System.ctl.enable. Так, все. Добавили. Теперь давайте посмотрим на то, как нам все-таки открыть веб-интерфейс сервера Zabbix. Для этого в адресной строке браузера указываем следующее. Так, но IP-адрес у меня уже указан. Я просто через слэш добавляю Zabbix. Вот. Соответственно, мы попадаем в интерфейс установки системы мониторинга Zabbix. Так, welcome to Zabbix 5.0. Идем дальше. Так, здесь, собственно говоря, мы можем проверить, все ли необходимые дополнения у нас установлены. Ой, не дополнения, а расширения, прошу прощения. Для языка PHP. У нас все с вами успешно. Все успешно установлено. Так, далее. Теперь мы переходим к подключению к базе данных. Так, проверяем имя базы данных, которую мы создали. Zabbix, все верно. Пользователь Zabbix и указываем пароль. Который мы указали данному пользователю, когда его создавали в СУБД. Так, здесь можно указать порт, на котором будет работать Zabbix сервер. Но мы ничего изменять не будем, оставим все по умолчанию. Так. Все ли успешно мы сделали. Да. Все, конфигурация Zabbix успешно произведена. Нажимаем финиш и переходим к окну авторизации, как показано, собственно говоря, на слайде. Вот. И теперь нам необходимо получить доступ непосредственно к интерфейсу. Для этого используется следующая учетная запись. Админ с большой буквы. Это у нас будет логин. И пароль Zabbix. С маленькой буквы. Давайте напишем. Админ. Zabbix. Так, вот, пожалуйста, вот интерфейс системы мониторинга Zabbix. Пока он у нас с вами на английском языке. Сейчас чуть попозже перейдем к русификации данного интерфейса. Давайте быстро пробежимся по вкладкам. Собственно говоря, вкладка мониторинг. Здесь у нас будет производиться весь анализ, который мы добавили по нашему мониторингу. То есть здесь мы можем посмотреть, какие хосты мы добавили, какие ошибки всплывают на этих хостах. Вот. Производить, в общем, какой-то осмотр добавленных устройств. Следующая вкладка. Inventory. Это, соответственно, произведение инвентаризации. Да, с помощью Zabbix можно инвентаризировать оборудование в организации. Reports – это непосредственно ошибки, которые возникнут. В результате срабатывания триггеров и так далее. Так, следующая вкладка – это Configuration. Непосредственно здесь мы будем производить всю настройку в дальнейшем и добавление хостов. И вкладка Administration. Ну, как правило, Administration используется для администрирования пользователей, групп пользователей, ну и так далее. Теперь, как я и сказал, мы с вами переходим непосредственно к русификации интерфейса. Для того, чтобы установить русский язык в системе мониторинга Zabbix, необходимо установить дополнительные локали в нашу систему. Соответственно, что такое локали? Локали в Linux – это набор символов, кодировок и временных зон для какого-то определенного языка. Вот, языков может быть масса. Ну, какие вот только захотите, такие будут в нашей системе. Собственно говоря, для того, чтобы посмотреть установленные локали, используется команда local –a. Так, прошу прощения. Так вот они пишутся. Так, у нас, по сути, установлена только одна локаль для английского языка. Так, чтобы посмотреть, какие локали доступны для установки, необходимо перейти, необходимо открыть вот этот вот файл supported, который находится вот по указанному пути, и сделать выборку с помощью команды grab для русскоязычных локалей. Давайте выполним команду, посмотрим, что у нас, собственно говоря, откроется в консоли. Так, вот доступные локали. Мы с вами установим вот эту вот первую русский язык с кодировкой UTF-8. Вот то, что нам, собственно говоря, и нужно. Так, ну давайте уже непосредственно перейдем к установке данной локали. Так, первое, что необходимо сделать, это, собственно говоря, их скачать. Так, одну скачали. Теперь вторую. Так, теперь с помощью команды dpkg-reconfigure-localis мы, собственно говоря, примем эти изменения. Так, вот открылся достаточно такой большой список, и здесь нам нужно отыскать используемую локаль. Так. 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 Вот она. А, нет, прошу прощения. Вот она. RU-UTF-8. Да. Вот ее мы и поставили. Нажимаем клавишу Tab. И Enter. Так. Еще раз Tab. Enter. И у нас происходит применение наших локалей. Все. Отлично. Теперь необходимо перезагрузить веб-сервер Apache для того, чтобы Zabbix определил, поступный ли новый русскоязычный интерфейс или нет. сервайз патч 2 рестарт. Собственно говоря, если я сейчас перейду в интерфейс и попробую заменить язык, то ничего не произойдет. Сработает только после перезагрузки веб-сервера. Применяем. Теперь нам с вами необходимо перейти в веб-интерфейс. Так. Вкладка Administration. Дальше. Users. Здесь мы выбираем пользователя-администратор. Так. И вот здесь выбираем язык. Вот, пожалуйста, Russian. Убираем. И нажимаем клавишу Update. Все. Теперь у нас с вами будет использоваться русскоязычный интерфейс системы Zabbix. Так, коллеги, собственно говоря, на сегодня у меня все.